Тех, кто готов внести вклад в общее дело, обедняет желание поддержать людей, попавших в беду. Среди коробок с продуктами питания и средствами гигиены можно увидеть, откуда посылка. Это общеобразовательные, городские и районные учреждения, военнослужащие, индивидуальные предприниматели, депутаты всех уровней и обычные граждане. Многонациональный народ нашей республики не остаётся так же без внимания. Те проблемы, которые сегодня испытывает население народных республик Донецка и Луганска, и в этой связи республика отправляет свою гуманитарную помощь исключительно не первый раз. И мы будем надеяться на то, что действительно эта помощь дойдёт до адресата родственных наших республик Донецка и Луганска. Во второй парте гуманитарного груза для жителей Донецка и Луганска около 8 тонн товаров первой необходимости. Сегодня мы направляем очередную гуманитарную помощь, которую собрали жители республики, для жителей осаждённого Донбасса. Но здесь в том числе лежат и посылки нашим жителям республики, которые выполняют свой воинский долг в Украине. Поэтому они, наверное, будут тоже очень рады получить весточку из дома, какие-то небольшие подарки, которые напомнят городом доме и поднимут их боевой дух. Традиционно в составе груза продукты длительного хранения, крупы, сахар, консервированные продукты, детское питание, средства гигиены и тёплые вещи. Также для военнослужащих из Тувы отправляют письма со всех уголков малой родины. Там в том числе кроме продовольственных товаров имеются и медикаменты, то есть жгуты, бинты, всякие лекарственные препараты. Ну и есть письма для солдат, которые написали наши ребятишки, ну и наши жители нашей республики. Груз отправлен по линии Резвоенкомата для дальнейшей передачи в общероссийскую организацию «Красный крест» города Новосибирска. На данный момент у нас сейчас проводится с участием путевого железнодорожного батальона по выделению техники. Данная гуманитарная помощь отправляется военной техникой впервые. Значит, на данный момент будет пересоцирована также и нашим воинам нашей республики, и Российской Федерации по выполнению специальных задач. Всех жителей республики, собравших гуманитарную помощь, Тувинское региональное отделение партии «Единая Россия» поблагодарило за поддержку эвакуированных жителей Донбасса и Луганска. Айдана Холу, Чайхан Дунга, Казамату Чурту, ВА-24.